Кыргызская республика Кыргызская республика В частности, по развитию цифрового вещания, обеспечению доступа к ЭКТ лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитию дистанционного образования и другие. В настоящее время в Кыргызской республике ведется реализация региональной инициативы МСЭ, мониторинг экологического состояния, наличие и рациональное использование в природных ресурсах, утвержденные на ВКРЕ-17. Кроме этого, Кыргызская республика активно реализует резолюцию 70, пересмотренную на полномочий конференции 2014 года. Начиная с 2012 года в стране по поддержке МСЭ и других международных организаций ООН проводятся масштабные мероприятия с участием государственных организаций, международных организаций ООН, проводятся и с участием частного сектора и общественных организаций по привлечению женщин и девушек в сфере ЕКТ. Кыргызская республика достигла больших успехов. Сегодня процент женщин, трудящихся в сфере ЕКТ, составляет более 40%. Высшее учебное заведение Кыргызской республики с 2012 года ежегодно проводит в отдаленных районах страны курсы ЕКТ для учителей школ в рамках проекта МСЭД «Соединим школы». Также Институт электроники и телекоммуникации Кыргызской республики 2014 года является одним из трех центров профессионального мастерства МСЭД среди стран СНГ. Правительство Кыргызской республики уделяет большое внимание развитию отрасли телекоммуникации и ЕКТ, результатом которых могут служить достижения определенных результатов. В частности, 15 мая 2017 года по всей стране Кыргызской республики отключено аналоговещание и ведется цифровое телевизионное вещание. В мае 2017 года при участии генерального секретаря ООН Антонио Гутереша была запущена национальная программа цифровой трансформации кыргызского общества, ориентированная на реализацию цифровой экономики, создание открытого и прозрачного государства, повышение качества жизни граждан и улучшение бизнес-среды. В октябре 2017 года были успешно проведены электронные выборы президента Кыргызской республики с использованием биометрических паспортов. И в декабре 2017 года состоялись первые онлайн-торги на радиочастотный спектр, которые по сегодняшний день уже проводятся по постоянной основе. Правительство Кыргызской республики признает значительную роль ИКТ в социально-экономическом развитии общества и реализовывает программы, которые также соответствуют направлениям целей устойчивого развития ООН. Кроме этого, стратегия развития ИКТ в Кыргызстане полностью соответствует ключевым приоритетам, определенным в МСМ. И мы хотим стать еще более активными участниками работы МСМ. Поэтому Кыргызстан выдвинул свою кандидатуру в Совет МСМ. И мы уверены, что накопленный нами опыт окажется востребованным в деятельности МСМ. Администрация связи Кыргызской республики всегда действовала в духе сотрудничества и взаимной поддержки, и в дальнейшем будет направлять все свои усилия на развитие сотрудничества в рамках деятельности МСМ. Мы глубоко уверяем вас и выражаем глубокое уважение и просим поддержать кандидатуру Кыргызстанской республики в Совет МСМ. И мы желаем вам всем, участникам данной конференции, плодотворной работы, большое спасибо. Спасибо. Спасибо.